Здравствуйте! В эфире Амурского областного новости. В студии Евгений Македрюк и коротко о главных темах. В течение пяти дней компенсацию за отчужденных свиней амурчанам выплатят в кратчайшие сроки. Снести нельзя оставить. Здание бывшего дома офицера в свободном решено не сохранять. Уехал на рыбалку и не вернулся. В Преамурье два месяца ищут 44-летнего мужчину. Пять лет в творчестве. Первый юбилей отметил дом ремесел Благовещенское. Компенсацию за утрату у поголовья свиней амурчанам выплатят в кратчайшие сроки. В течение пяти дней обработают все заявления и зачислят деньги на счета пострадавших. Ход выплат за отчужденных животных и ликвидацию последствий вспышки африканской чумы свиней в селе Градеково проинспектировал губернатор Умурской области Василий Орлов. Прием документов от тех, кто лишился животных из-за африканской чумы свиней, ведется в Градековском сельсовете. Заявление на компенсацию сюда приносят жители сразу трех сел – Градеково, Заречного и Коникургана. Всего в этих населенных пунктах свиней разводили в 37 хозяйствах. Ликвидировано было почти 400 голов, причем большая часть – в Градеково. Конкретно по Градеково – это 25 хозяйствующих субъектов и 189 голов свиней. В данный момент мы два дня работаем уже здесь, принимаем документы у жителей. На сегодня из 25 приняли 21 пакет документов. Остальные буквально сейчас примем и в течение пяти дней обработаем все. И уже в течение пяти дней зачислим на счета и введем финансовые средства за учебный скот. За один килограмм живого веса положено 150 рублей. Однако на покупку новых поросят потратить их не получится. В течение года после снятия карантина фермеры не смогут разводить здесь свиней. Глава области поручил Министерству сельского хозяйства проработать вопрос замены животных другим скотом или птицей. Результаты Василию Орлову специалисты должны будут озвучить в ноябре на региональном совете по агропромышленному комплексу. Мы готовы оказывать соответствующие меры поддержки, но при этом нужно очень внимательно посмотреть за теми рисками, которые у нас ежегодно возникают. Главный риск, который у нас сегодня есть – это близость к китайской границе. И исследования этого года уже подтверждают, что вирус АЧС пришел к нам из-за реки. Поэтому это близость, с одной стороны, для нас – это конкурентное преимущество рынка сбыта и так далее. С другой стороны, это систематический риск вот таких заболеваний. А это уже Градековская КФХ «Авангард». Сюда губернатор области заехал не случайно. Василий Орлов поблагодарил местного фермера за оказание помощи подтопленцам. Аграрий безвозмездно отправил в Мазановский и Селимджинский районы 26 тонн картошки. Овощи получили около 900 амурчан – те, кто остался из-за большой воды без урожая. Это жители сел Норск, Угловое, Богословка и Козловка. Между тем, Сергей Сергеев уже 20 лет занимается выращиванием сои и картофеля. В этом году он засадил около 1 тысячи гектаров. Надеется, паводок не сильно повлияет на урожай. Ожидаем не меньше. Но сейчас пока еще рано говорить. Уберем. Просто дело в том, что может сбор быть меньше, потому что вымокло. Часть вымокло. То есть, там на полях есть места, в которых вода стояла, и там уже просто нечего будет. Нет какого-то. Также глава региона посетил Тамбовский район. В селе Тамбовка он осмотрел спортивно-оздоровительный клуб «Олимпик». На капитальный ремонт объекта было выделено 18 миллионов рублей. Деньги направили по государственной программе развития физической культуры и спорта на территории Амурской области. Заниматься здесь спортом в комфортных условиях будут почти 300 человек. Из них 150 детей. В целом, до 2023 года в области запланировано построить 21 спортивный объект. Вероника Наумова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Сносить нельзя оставить. Решение ликвидации бывшего дома офицера в Свободном было принято 11 сентября. В точке кипения собрались архитекторы, представители охраны культурного наследия области, жители Свободного, а также мэр города Владимир Константинов. Собравшиеся рассмотрели все за и против сноса объекта. Некоторые предложили внести здание в реестр культурного наследия Амурской области. Объект 1941 года постройки, по их мнению, возведен в стиле неоклассицизма. Однако большинство специалистов высказывались однозначно против сохранения бывшего дома офицеров Советской армии. Здание расположено в центре города и из-за аварийного состояния представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Здание сегодня находится в неудовлетворенном состоянии, но представляет, признана комиссия экспертная организация, как аварийная и непригодная к эксплуатации и подлежащая сносу, потому что процент износа составляет 78%. Это было выполнено еще в 2017 году. В 2018 году с депутатами 6-го созыва было принято решение о сносе данного здания. На этом месте было запрактировано школы на 528 мест. Власти Благовещенска хотят услышать мнение жителей о том, как можно улучшить детскую площадку на набережной Амура. До субботы они собирают общественные предложения. Прямо на набережной рядом с площадкой установили плакат, информирующий о сборе предложений и урну, где можно ставить послания с идеями и инициативами. Зона отдыха пользуется горожан большой популярностью. Ее оборудовали в 2017 году, и круглый год на игровом комплексе отдыхают семьи с детьми. Особенно многолюдно в летние дни, но родители часто жалуются, не хватает туалета, нет зеленых насаждений, быстро ветшают конструкции, да и в целом территория выглядит неухоженной. Как должна развиваться эта часть набережной, могут написать горожане. Завершится опрос общегородским собранием на площадке в субботу, 14 сентября в 16.00. В Преамуре ищут 44-летнего мужчину. Два месяца назад житель Благовещенска с товарищами поехал рыбачить в Ивановский район и пропал. Коллеги, родственники, спасатели, следователи подключились к поискам. Об этом рассказала мама пропавшего, которая обратилась в нашу редакцию. В обстоятельствах произошедшего разбирался корреспондент Амурского областного. О том, что сын пропал, Ирина Дуплищева узнала 13 июля. Александр заядлый рыбак. Вылазки к Амурским водоемам с товарищами организовывал регулярно. Чаще всего выезжал на озеро. В этот раз вместе с коллегами решили порыбачить на Зее в районе Семиозерки Ивановского района. Компания легла спать, проснувшись утром. Друзья обнаружили, исчезли пришвартованная лодка и сам Александр. Я говорю, Саша, ты будь осторожен, там Зея большая, смотри, я его не пускала даже. А он, нет, мама, поеду, ничего не случится. Я в 12 еще звонила, он мне отвечал, и все, мама, я выключаю телефон, и ты отдыхай, ничего не случится. Я говорю, смотри, будь осторожен, с Богом еще так сказала ему. И потом все отключился, и больше все. Уже в течение двух месяцев Ирина Алексеевна не отходит от телефона, звонит спасателям, в полицию, следователям. В то, что Александр попал в беду по своей вине, она верить отказывается. Рассказывает он, человек ответственный. Прилежно учился в школе, закончил речное училище, служил в армии. На хорошем счету среди коллег. Уже 20 лет проработал на Благовещенской ТЭЦ. Примерный семьянин и помощник родителей. Александр женат, у него двое детей. Он сдавал всегда вот эти вот проверки, там заперед проверки, на одни пятерки. Он всегда, я его спрашиваю, Саша сдал, он сдал. Он даже ночью не спал всегда, чтобы сдать. Всегда вот такой. Он очень ответственный. Он говорит, он такой ответственный, еще и в местном комитете, председатель местного комитета. В день пропажи к поискам подключились спасатели областного поискового отряда. Дмитрий Кулагин участвовал в поисках, лично нырял в ЗЕЮ. Рассказывать точное место пропажи Александра очевидцы указать не смогли. В итоге спасатели обследовали около километра по береговой линии в 10-15 метрах от берега. На глубине от 2 до 5 метров. Поиск результатов не дал. Я был под водой в тот день. Видимость до 5 сантиметров в местах. Вода пребывала. Вода была очень мутная. Течение было большое, больше метров в секунду. Видимость была очень плохая. Работали на ощупь. Вот так вот я вам скажу. Ну, работали. Около часа водолаз находился под водой. Что конкретно случилось, выясняют следователи. По словам рыбаков, отдыхающих на соседнем острове, ночью они слышали, как работал лодочный мотор. Однако водителя лодки они не видели. В следственном комитете отметили, пропавшего искали с помощью спецоборудования, с помощью глубоководной камеры. Берег и акваторию Зея осмотрели даже с воздуха. Запустили беспилотник. Была обследована местность, русло реки и прилегающая территория. В ходе поисковых мероприятий лодка была обнаружена в километре ниже по течению от места расположения этой группы людей. Нами был зарегистрирован материал проверки. Следственный отдел по Ивановскому району сейчас проводит проверочные мероприятия. С момента исчезновения Александра уже прошло почти два месяца. Поиски продолжатся, пока мужчина не будет найден. Следователи проводят проверку по факту пропажи. Ирина Алексеевна все же верит в чудо. Надеется, сына найдут живым. Может чудо какое-то, кто-то там его нашел. Может быть его спасают где-то, он может память потерял. Если кто-то владеет информацией о местенахождении Александра, просят связаться по номеру телефона. Его вы видите на экране. Денис Сверденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Ольга Юркова, бывший министр культуры Амурской области, теперь работает в Министерстве культуры России. Она возглавила департамент регионального развития и приоритетных проектов. Из Амурской области она уехала на днях и уже приступила к работе в федеральном ведомстве. В своем аккаунте Инстаграм она разместила видео, как едет на новую работу. Кстати, незадолго до отъезда она дала интервью журналисту Амурского областного Ростиславу Азизову и призналась, что такие предложения поступают редко. Конечно, мне не все равно, что здесь будет. Я очень переживаю за все свои учреждения, очень переживаю за те ремонты, за те стройки, которые идут. Но надеюсь, что команда все-таки сплоченная, что они смогут пойти тем курсам, которые идут, и все-таки быть всегда на высоте, и чтобы все-таки Амурской областью, Амурской культурой гордился и Дальний Восток, и вся Россия. Я знаю, что на сегодняшний день несколько кандидатур представлено Василию Александровичу Орлову. Конечно, это будет его решение, это команда губернатора. Надеюсь, что тот, кто будет назначен на эту должность, справится, сохранит в первую очередь коллектив, те традиции, которые у нас есть, и все-таки будут идти вперед по реализации нацпроектов. Кресло министра культуры в Амурском правительстве пока вакантно исполняет обязанности руководителя заместитель министра Надежда Драгунова. Дизайнерская мебель, одежда, акриловые картины. Изделия амурских умельцев оценят в Европе. В Мадриде стартовала международная выставка подарков и декоративных изделий. Это самая крупная ярмарка потребительских товаров осенне-зимнего и рождественского сезонов. Амурская область подготовила коллективный стенд. Регион представляют четыре компании. Как отметили в Центре экспорта Амурской области, это первая выставка амурчан в Европе. Акриловые картины художницы Анны Тюриной стали украшением Амурского павильона. Сегодня такими домашними портретами интересуются не только в России. Работы художницы пользуются спросом и за рубежом. Дизайнерскую мебель представил амурский мастер Александр Шпак. Ее с нуля разработали и изготовили в Благовещенске. В Центре поддержки экспорта помогли сделать видеоролик и перевести презентационные материалы на иностранные языки. Таким образом, амурчане хотят найти дистрибьюторов в Европе. Первый юбилей отметил дом ремесел Благовещенская. Единственный на Дальнем Востоке. Отдел декоративно-прикладного творчества открылся 7 сентября 2014 года. Им предоставляли и представили собственное помещение. Тогда здесь числилось около 60 ремесленников. За 5 лет число мастеров выросло до 300. В день рождения дома ремесел можно было познакомиться с творчеством амурских мастеров. Многие из них в этом году подтвердили звание народной умелец Амурской области. Среди них и Анастасия Коробухина. Она учит Благовещенцев пользоваться механической прялкой 1870 года выпуска. В юбилей дома ремесел каждый желающий мог не только посмотреть на изделия ручной работы, но и приобрести некоторые из них на память. На выставке-ярмарке свое творчество презентовали 50 умельцев. Всего же за 5 лет культурное учреждение провело более 250 выставок и около 2000 мастер-классов. С праздником коллектив поздравила мэр Благовещенска. Мы видим, как вовлечены в этот процесс у нас люди разных возрастов. Здесь рядом стоят и дети, и взрослые, мужчины, и женщины, девушки, и юноши. И это очень важно, что творчество не имеет возраста и не имеет практически границ. И благодаря нашим народным умельцам города Благовещенска, город Благовещенск знают частичку труда наших творческих людей, увозят за пределы города, за пределы области, за пределы страны. Это востребовано, это интересно. Дом ремесел постоянно развивается, ищет новые техники и возможности для творческого роста. В этом году здесь намерены реализовать еще один проект. Планируют запустить интернет-журнал, где умельцы будут размещать видеоуроки своих мастер-классов. Любой желающий сможет зайти на сайт, посмотреть видео и научиться новым техникам. Ростислав Азизов, Амурское областное телевидение. Ночная распродажа и розыгрыш билетов пройдут в Благовещенске в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень». Жителей и гостей города ждут в фестивальном шатре 13 сентября. Шатер «Амурской осени» установлен в Благовещенске напротив гостиницы «Зея». Ночная распродажа состоится в пятницу в 21.00, а уже в 22 часа можно будет попасть на розыгрыш билетов и бесплатно посетить спектакль или творческий вечер. Кроме этого, гости шатра смогут получить подарки от нашего телеканала. 13 сентября с 9 до 10 вечера также в «Звездном шатре» будем находиться и мы, съемочная бригада Амурского областного телевидения, наши ведущие, наши корреспонденты. И мы будем дарить подарки от нашего телеканала для всех гостей шатра, для тех, кто придет туда и поучаствует в нашей так называемой осенней викторине. Блиц-опрос. 17 вопросов будет предоставляться людям. И если они ответят на все 17, они получают наш главный приз. Если на 10 вопросов, это приз чуть-чуть поменьше. Ну а если на 7, то же поощрительный приз от нашего телеканала. Конечно же, вопросы будут касаться «Амурской осени» знания фестиваля. И несколько вопросов будет о нашем телеканале. На этом выпуск завершен. Напомню, развитие событий вы всегда можете узнать на нашем сайте. amurobl.tv. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Амурского областного. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин